Руководство ФСБ России пытается убрать Сергея Шойгу с поста министра обороны, а вместе с ним отстранить и начальника генштаба российской армии Валерия Герасимова. Об этом сообщила в комментарии для РБК «Украина» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины. Конфликт ФСБ и регулярной армии является продолжением мятежа Пригожиным, отметил Андрей Черняк. Силовики требуют от Путина ввести военное положение и объявить всеобщую мобилизацию, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. Согласится ли глава Кремля с требованиями ястребов? Разбирались наши корреспонденты. Отставка министра обороны Шойгу и переход к более агрессивному ведению войны против Украины. Этого требуют от Путина так называемые ястребы, представители кремлевских элит. Собственно, того же хотел и Пригожин, организовавший вооруженный мятеж в июне 2023-го. Тогда беспомощность главы Кремля и безнаказанность основателя ЧВК «Вагнер» произвели негативное впечатление на российские элиты, пишет Блумберг. Авторитет Путина как гаранта стабильности сильно пострадал после мятежа Евгения Пригожина, лидера наемной группы «Вагнер», выступавшей в качестве военного подрядчика государства в Украине и в других странах. Из публикации издания «Блумберг». Ценность Шойгу для Путина в его лояльности, поэтому его отставка – крайняя мера. И пойти на нее президент Российской Федерации может только в случае угрозы вооруженного переворота, считают эксперты. Они все-таки рассчитывают остаться при власти, провести какого-то другого своего человека вместо Путина. И, соответственно, они чистки генералов и так, в принципе, планировали. И это очень хорошо в действительности. Тем более, чем больше будет у них грызни между собой, тем будет лучше в Украине, тем меньше будет у них времени на занятие войной в Украине. Чистки в российском военном командовании призваны убрать всех нелояльных к Путину генералов. Новости о допросах, задержаниях и смертях все чаще появляются в медиа. Недавно в один день скончались генералы Геннадий Житко и Геннадий Лыпырев. Один якобы от болезни, а другому в СИЗО поставили диагноз лейкоз, а ночью уже констатировали смерть. До сих пор нет официальной информации о местонахождении генерала Суровикина, который исчез после мятежа Пригожина. Вот эти загадочные смерти достаточно нестарых генералов, они, конечно, добавляют оптимизм. Тем более, что чистки, скорее всего, идут в том числе тех, кто поддержал Вагнера, этот поход Пригожина. Поддержал, например, какой-то своей пассивной ролью, не так выступая за Путина, как хотелось бы ему видеть. И, соответственно, это, опять же, не добавляет устойчивости российской властной структуры. Но, несмотря на недовольство, российские элиты вынуждены терпеть главу Кремля, потому что пока не видят приемлемой замены. Путин действительно перестал быть тем, кем он был, верховным главнокомандующим, лидером вот этого консорциума криминальной власти, всяких кланов, верховным арбитром и так далее. Но не полностью. Пока не полностью. А им просто пока замены не нашли. Замены нет. Они бы рады от него избавиться сейчас, а, как говорится, а кем менять-то? Менять пока его некем. И там за это место идет борьба, и вообще даже еще и места нет. Заявление так называемых «ястребов» с требованием уволить Шойгу и Герасимова – элемент политической борьбы, уверены аналитики. 70-летний Путин собирается баллотироваться еще на один срок. И задача Москвы до президентских выборов – показать, что власть президента остается прочной и что он способен контролировать ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok